Человек-оркест Мультиинструменталист, полиглот, академик, художник, математик, шахматный гений, профессиональный спортсмен и при всем этом уникальный музыкант, звание профессора в консерваториях Москвы и Казани, многочисленные награды и премии и даже создание методики адаптации музыкантов к игре в симфоническом оркестре. Должен быть со стороны дирижера максимальный контроль по отношению к оркестру. Кажется, Ленин говорил, боюсь соврать, что руководить значит контролировать. Если человек не способен контролировать, он и авторитет это не имеет, и толком, собственно говоря, замечаний не сделает. А для того, чтобы контролировать, надо знать производство. Вот хорош тот директор завода, допустим, который прошел путь от подмастерья, мастера, начальника участка и так далее, поднялся до уровня директора. Он знает всю эту технологию от начала до конца. И у меня тоже самое. В январе 2018 года Фуату Мансурову исполнилось бы 90 лет со дня рождения. Он был главным дирижером Татарского театра оперы и балета. Татарского театра Татарского театра С 1969 года его судьба была связана с Большим театром. Он дирижировал операми «Кармен», «Тоска», «Князь Игорь», балетами «Спартак», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Ромео Джульетта», «Анюта» и многими другими. Огромное количество записей классической и симфонической музыки сделано под руководством Фуата Мансурова совместно с крупнейшими симфоническими оркестрами мира и с великими солистами Ириной Архиповой, Галиной Вишневской, Евгением Нестеренко и Владимиром Атлантовым. Татарского театра С 1989 года Фуат Мансуров главный дирижер и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. Ну, он был лицом этого оркестра четверть века. Это уже об очень многом говорит. И я встречался с Мансуровым в Москве очень часто на бывшей улице Герцена, Большой Никитской, напротив театра Маяковского. Я, как сейчас помню, он шел из консерватории, я шел в нее. Мне очень лестно было, что такой мастер, ну, отличает меня, знаете, потому что я только-только начинал свою карьеру. Нельзя играть в рось. У нас 12 велончелистов сидит, и все играют в рось. Так, недопустимо. Два до 100 дюймов. Он выдающийся дирижер, педагог, и он действительно знал оркестр вот изнутри. Что называется. Он вникал в психологию музыкантов. Фуат Мансуров разработал и внедрил новую методику воспитания оркестровых музыкантов. Создал авторский курс «Работа с оркестровыми группами» для студентов дирижерского факультета Московской консерватории. Он знал, кто чем дышит в оркестре. Надо знать психологию музыкантов, чтобы их заинтересовать, увлечь их. Вот для этого, конечно, недостаточно такого дирижерского ремесла. Дирижер должен обладать энергетикой, в каком-то смысле даже гипнозом. Его приглашали европейские оркестры для того, чтобы он из первых уст донес до музыкантов основы своей системы. Она производила ошеломляющее впечатление. Музыканты, которые буквально еще вчера не знали, что такое оркестр, научились играть на мастерском высоком уровне. За эту работу ученый совет в Цюрихе присвоил Мансурову звание академика Международной академии наук. Фуат Шакирыч обладал таким талантом, что он мог из любого оркестра за короткое время сделать такой, знаете, определенный профессиональный уровень. Мне известно о том, что его пригласили в Новомосковск, в Тульской области. И там есть при колледже, там есть симфонический оркестр, ну, такого, ну, скажем, ну, такого колледжного училищного уровня. И с удовольствием согласился, приехал по приглашению, чтобы провести с ними концерты. И он буквально за несколько репетиций мог собрать этот коллектив, ну, скажем, училищный уровень, провести такой серьезный, мощный концерт. Фуат Мансуров владел многими европейскими и восточными языками, говорил на десяти языках. Мне было очень приятно, что такой титулованный, такой известный маэстро меня на улице узнает и останавливается, и разговаривается. То есть он в этом смысле был тоже уникальный священный человек, он не был никогда недосягаем, в плохом смысле этого слова. Эрудит, обалденный, вот, он мог столько тебе рассказывать, он причем был рассказчик, вот, его было, с ним было интересно общаться. Вот сидишь, открыв, вот так, и только и слушаешь, потому что такая информация идет. Кстати, он очень много знал анекдотов, очень просто. Фуат Мансуров – человек интереснейшей судьбы с необыкновенным магнетизмом личности. Музыкальное приношение учителю. На днях в Большом зале Московской консерватории прошел концерт памяти Фуата Мансурова. Он был удивительно трудолюбивым человеком, говорят его ученики, которые сегодня разлетелись по всему миру. Нам, его ученикам, и всем, кто сегодня будет на этой сцене, не хватает его каждый день. Он нам, студентам, ученикам, дал задание на всю оставшуюся жизнь. Я, конечно, очень признателен этому человеку за его какую-то огромную внутреннюю силу, которую он, в общем, делился с окружающими, и которая, может быть, даже становится яснее спустя годы. В жизни Фуата Мансурова Москва и Казань были неразрывны. Люди, которые были близки маэстро, запечатлены им самим в художественных набросках. Их можно было увидеть на выставке, которая расположилась в фойе старейшего зала России. Почтить память маэстро пришли сотни почитателей таланта, ученики и друзья. Среди них Ольга Леонидовна Собянина. Верю в судьбу. Видимо, это предначертано. И пыталась я от этого несколько раз сбежать, убежать. Ничего не вышло. И вот то, что самое главное, когда уже у нас раз дочь, я уже точно знала. Вот самое главное он мне подарил. То есть, поэтому радость, счастье, маэстро, ребенок тоже талантливый. Любить, не ожидая ничего взамен. И тем не менее, все же оставаться рядом. Это больше, чем любовь. Познакомились мы где-то, мне было. Я закончила консерваторию. Буквально вот на площади в театре. Я прохожу, и вот так вот один раз столкнулись, другой раз столкнулись. Очень как-то так разговор. И, в общем, 3-4 года мы общались буквально. Вот, знаете, вот он приезжает в Казань. Я не знаю. Я работала, например, в опером театре. Здесь он был. И вдруг у меня начинает какая-то вот такая вот, ну, просто ненормальная тряска. И я точно знаю, сейчас из-за угла пойдет, и он пойдет. Ну, что это, как сказать? Это мистика. Так прошло, значит, несколько лет. Потом, когда я стала приезжать в Москву, мы тоже общались, встречались так, по-дружески. Мы всегда тоже разговаривали. У меня очень много раскрыл тоже там про Шстаковича, Сламон, Волков. Вот это все, что было запрещено голос Америки. Тоже голос слышал Америки. Он тоже слышал голос Америки. В общем, этой темы у нас было очень много. Но так как дирижер, меня все время завиловали какие-то трактовки. И, в общем, очень много мы находились с ним в разговорах. Вот все это начиналось вот. Вот. И потом, значит, он меня в большой театр водил. То есть, благодаря ему, например, видела Рикардо Мутиш живьем, понимаете? Открыл он для меня мир вот этого большого искусства. А когда уж я увидела Евгения Онегин, причем он Евгений Онегин дирижировал в Москве буквально до, ну, до самого последнего дня. Был его спектакль. Это просто вот потрясение, как, ну, такого уровня. ПЕСНЯ Они оба страстно любили музыку, а познакомились задолго до реальной встречи. Я думала, что в моей коллекции не хватает царской невесты. Открываю, смотрю дирижер Фуат Мансуров. Мне было 15 лет. И в этот момент я вдруг, как будто у меня случилось затмение. Просто я, ощущение какое-то было, что что-то я об этом знаю имени. Я никогда его не видела, никогда. Может быть, где-то я-то что-то как-то была, но у меня было ощущение. Я поняла, что это роковое ощущение. Оно у меня появилось. Такое ощущение, что это что-то вот где-то вот оттуда. У меня такое ощущение было вот просто, ну, не то, что выпадение меня из реальности, но это было. Волна какая-то была. Фуата Мансурова по праву называли ренессансным человеком. Его таланты безграничные. Он прекрасно рисовал. То есть почерк у него, идеальный почерк. Даже как вот он размечал партитуры. Как вот он ко всему относился к каким-то... Ну, в общем, получается, что даже в простых вещах какой-то присутствовал все равно момент творчества и искусства. Это всегда было. Красивый почерк, очень красивый почерк. Я многие вещи от него просто переняла. Как вот записывать, как вести вот какие-то дневники, там же журналы, это все. Разбирался, в общем-то, во всем. И даже в таких простых он мог... Ему было бы там почти 70-80 лет, что-то ключа нет. Он мог бы забраться на второй этаж, через форточку влезть, там все такое. Ну, не через форточку, но через балкон точно. Потому что все-таки закалка, он почти до 40 или с лишним, даже 50 лет занимался альпинизмом. Причем очень таким суровым. Не просто ходил, а по-настоящему это все. Была выпадка такая, серьезная, хорошая. Сидел очень за своим здоровьем. Удивительное в том, что весь свой репертуар дирижировал наизусть и даже репетировал без партитуры. В юности он занимался в художественном училище. Безошибочно определял те или иные направления в этой области. Был режиссером и сценографом оперных спектаклей, даже художником постановок. Свободного времени у него практически не было. Работа всегда была расписана на многие месяцы вперед. Он всегда был желанным гостем в любом городе страны и зарубежья. Мне рассказывали столичные музыканты о том, что такие случаи, например, спектакль в Большом театре на грани срыва, или не успевает дирижер прилететь из-за граничной поездки, или дирижер сболел, или какие-то серьезные накладки. И как мне говорили музыканты о том, что это всегда в этих случаях спасал ситуацию Фуат Шакировича. Его срочно находили, ему звонили, и он мог быть, дирижировать и провести спектакль. Это был такой уникальный универсальный дирижер. Фуат Мансуров играл на многих инструментах симфонического оркестра. Он, конечно, вошел в историю, и не только потому, что он так долго руководил, потому что он был абсолютно уникальный, универсальный музыкант. И то, что он воспитал плеяду исполнителей уже здесь за такое количество времени в Казани, еще известно, помимо того, что он был дирижером Большого театра, он еще и вел симфонический оркестр Московской консерватории. Я знаю, что очень многие студенты... Я сам тогда был студентом. Это было в 80-х годах, в середине 80-х. Я очень хорошо помню даже Мансурова, который дирижировал оркестром Большого театра в Кремлевском дворце съездов. И я играл в банде того оркестра. Мы играли в праздничную вертюру Шостаковича. И я помню этого блистательного красавца с таким голосом. Он не громко говорил, но было все понятно, слышно, что он хочет. С каким-то очень ярким жестом, с орлиными глазами. На пути к музыкальным вершинам ему не раз приходилось преодолевать преграды. Ну, поддержки никакой не было. Денег... Сколько раз он просил, я знаю, поднять зарплату оркестрантам не поднимали. А голодные, нищие оркестранты хорошо играть, что ли, будут? Я абсолютно точно вам могу сказать, что он никогда не брал на себя ответственность, что он будет заниматься зарплатами или каким-то другим хозяйством, понимаете. Он, конечно, большой профессионал и очень хороший, значит, администратор. Он знал, когда какой спектакль поставить, как этот спектакль может пойти, не пойти. И вот у публики, да, все-таки Кассу тоже имеет значение сборы театра. Поэтому театр, конечно, процветал в его время. Мансуров многократно обращался к президенту, я знаю. В некоторых случаях он его поддерживал. Например, все-таки оркестр отделили от филармонии, дали более-менее свободную работу оркестру. Когда он болел во время операции, говорят, он ему помогал материально, конечно, ему было очень трудно работать, я так считаю. Мансуров не был диктатором. А, конечно, нашему оркестру нужен диктатор. Говоря о симфоническом оркестре Республики Татарстан, нельзя не сказать о его основателе, Натане Рахлине. А вы знаете, как Рахлин работал? Вот он придет на работу, да, опоздает. Из дома далеко было, около клуба Межинского жил. Старый, да, больной, еле дышит. Поднимется, начинает дирижировать, вдруг оркестра встает и уходит. Вот так вот издевались. И, несмотря на это, он делал просто гениальное исполнение. Оркестра – это страшная вещь. И мы на всех репетициях сидели и все слушали. У него всегда битком был набит зал во время репетиции. Вот музыкант, вот вдохновение, это уже от Бога. У Рахлина была, значит, шестая симфония Чайковского. Вот репетируют вступление. До конца вступления не доходят. Там 3-4 часа на это ушло. На второй день, в день концерт, вторая репетиция. А опять репетируют вступление. И все. И дальше ничего не репетировалось. Ну, я думаю, вечером будет какой-то безумный провал. Ну, вот, видимо, он так сделал вступление и сумел вести оркестрантов в дух этой музыки, что дальше они уже так же вдохновенно, как Рахлин, играли. И все, что он показал, сделали. Ну, шестая симфония – это был тонек Рахлина, конечно. Мансуров был не такой. Другой тип дирижера. Другой тип дирижер. Профессия, как сказал Римский-Корсков, темная. Потому что в чем темнота? Потому что очень трудно дать оценку дирижеру из зала, в публике. Бывает красиво от природы внешней красоты, очень красивыми пластичными руками. Он под музыку так красиво все делает. И все говорят, ой, какой красавица, какой дирижер, какой музыкальный и так далее. Но это еще не все. Это не главное. Я думаю, что настоящий музыкант, дирижер музыканта может определить и дать ему оценку только коллектив, с которым он работает. Это, конечно, музыканты. Хуача Керыч Мансуров. Это изумительный музыкант. С очень хорошим профессиональным уровнем, хорошо обученный. Кажется, он в Ленинграде учился, у разных мастеров дирижирования, музыкантов. И, конечно, очень умный, мудрый человек, в сердце все умеющий анализировать все. Играет музыка. Я, как правоприемник, как наследник Мансурова в этом оркестре, могу говорить о нем только самые-самые светлые слова и вспоминать его самым теплым и светлым образом. Сменить такого мастера на посту – это большая очень честь, потому что, бесспорно, это историческая личность. И исторический оркестр, которым он руководил четверть века, конечно, сменить его на этом посту – это огромная честь, без всякого преувеличения. Фуат Мансуров – великий талант, выдающийся человек, посвятивший всю свою жизнь служению высокому искусству. Он пропагандировал лучшие образцы классической и народной музыки на родине и далеко за ее пределами. Огромный вклад он внес в развитие Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, который сердечно называл «Моя судьба, моя жизненная перспектива». Как много сегодня признательных слов было сказано о встрече коррекею, Вы замечательной жизнью твоею приносите в души любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok